...отдельные компании предоставляют возможность все салда, которые у нас находятся в бэк-офисе, перевести в коины. Вы у себя в бэк-офисе видите оранжевое поле, где у вас появится количество коинов 24-го числа. И я хочу напомнить, что все, что мы видим в бэк-офисе, почему они не добавляют, не изменяют, я еще не видела. Надеюсь, завтра я увижу наш бэк-офис, который мы получим. Но Франсишко Руберто, который на сегодня является ответственным за развитие бизнеса в компании Феникс, развитие бизнеса МЛМ, партнерства в клубе, он у нас главный мастер-дистрибьютор, он бывает там ежедневно, он дает основную информацию, если мы не бываем, от него я получаю голосовые подтверждения той либо другой информации, если меня там нет. Поэтому Франсишко видел бэк-офис и он сказал, что это не бэк-офис проекта, это системная взаимоувязка позиций по многим бизнесам, по многим переходам других бэк-офисов, других отделений компании. Вот все, что мы здесь видим, все у нас будет через наш главный бэк-офис увязано. То есть мы получаем внутренний экченч, мы получаем переход в платежную систему. Здесь целая система, которая увязывает нас с получением коинов всех четырех направлений, написала вам название компании, которые отвечают за разработку того либо другого коина. Каждая компания имеет историю, по каждой было рассказано столько, особенно про эко. Знаете, у компании не просто глобальные планы. Нам Мигел предоставил подписанные контракты взаимодействия четырех китов, скажем так, государственных китов планеты Соединенные Штаты, Бразилия, Индия и Китай. Именно поэтому он собирался ехать в Россию, потому что Россия, мы такие же, извините, игроки на международном рынке весьма и весьма заметны, поэтому пятой страной будет Россия. Многоплановое партнерство именно в системе Ресикл, системе экозащиты планеты с переработкой мусора, использованием вторичных материалов и производством упаковочных материалов из биоотходов, производства, чего угодно. В данном этапе речь шла о производстве сахарного тростника, использовании биоотходов от этого производства для формирования совершенно новой концепции упаковочных материалов пластик, то есть биопластик. Так вот, четыре завода, первые два, которые это Индия и Соединенные Штаты, контракты подписаны с нашей корпорацией. Я говорю, почему все это. Очень много информации, я вам все здесь не передам. Информация, которая находится от доходов большого количества компаний, больше 10 компаний будет давать доход, от 5 до 21, и в среднем у нас прописаны, какие пакеты, сколько чего получают. То есть видение сформируется тогда, когда я уже получил информацию к доступу, которую можно уже окончательно будет произносить, вот весь план бизнеса, все это будет дано. Но представьте, что партнерство с такими серьезными компаниями, опять же, о первых, я не могу еще все говорить, потому что вот они сейчас подписывают договора, они именно там, партнерские договора подписываются только в Дубае, поэтому они как раз сейчас там, они прилетают во вторник, в среду будет информация, в четверг я уже проведу окончательную информацию. Поверьте, глобальные игроки в рынке недвижимости, в рынке производства каких-то дополнительных биоматериалов в рамках эко-программ, e-commerce глобального масштаба плюс агентства путешествий американские, очень серьезные, они уже партнеры, они сейчас согласовывают вид доходности, который мы, акционеры закрытого клуба, а он у нас закрытый, потому что только через партнерскую программу социального общества ID, мы сейчас являемся, можно стать партнером этого клуба, должны будем получать дивиденды от всех видов бизнеса, глобальная программа. Из того, что нам уже понятно, мы видим, и поэтому написала здесь, кто за что отвечает. Так вот, первый у нас Eagle Social Gold Coin будет в автоматическом режиме получен обменом салда в норабле, который мы видим у себя в бэк-офисе. Никаких других движений дайте мне часть, а вот что-нибудь еще, а каким образом еще не будет. 24-го числа, 22-го где-то, как сказал Франсис, что мы получим бэк-офис в полном объеме. Так вот, 24-го числа мы получим в автоматическом режиме салда в бэк-офисе монет и активированные наши пакеты по последнему пакету, который вам дали сейчас, вот в нашем, так скажем, в нашей модели, которую мы сегодня видим, проверить, какой у вас был последний, нам давалось время. Я всех просила зайти в профили, написать свои эмейлы, проверить фамилии и проверить наши пакеты. Вот все, что нам визуализируют сегодня в бэк-офисах старых, это мы можем только подтвердить, проверить достоверность нас с вами. И все, всю остальную информацию будем получать в новом бэк-офисе. Так вот, нам активируют наши пакеты по последнему апгрейду, у всех разные пакеты, и не все заходили сразу на большие, делали апгрейды в процессе истории развития компании. По последнему пакету нам из полученных пятикратное увеличение салда внураблы отминусуют стоимость пакета. Я вас поздравляю, мы получаем колоссальную сумму денег в монетах, которые также, коины или фиатные деньги, что опять под вопросом, вот я произношу сейчас, это все до среды, но на биткоины точно, на внутреннем экченче, а также торговать на биржах. Где-то с 20 числа рекомендованные биржи нам дадут, биржи практически все, где будет торговаться монета. Почему? Стратегический план Клаудио Энрике Барак Обама, если правильно я его называю, Клаудио Энрике Анджелес Барак Обама, был таков, что на объявлении ICO, пре-ICO состоялось по договоренности с очень большим количеством серьезных промоутеров, серьезных криптографов, работавших с открытием, продвижением и социализацией блокчейн Этериум и монеты Этериум, 500 человек вот эти, это именно они вот сейчас на защите были в Сау-Паулу, которая была объявлена 3 дня, длилась на прошлой неделе White Paper. Думаю, публикация начнется с понедельника к доступу, потому что исправленный White Paper. Ну, видите, ситуация, которая возникала в процессе развития и получения информации с Элюбитрейт, вынудила внести изменения в официальный документ и добавить 0,3 общего количества монет, которых 500 миллионов мы помним, да, так вот эти 0,3, которые отправляются сейчас на покрытие именно на вот всего того, что не выдал по агентскому соглашению, по слиянию, то есть по партнерству, не выдал Игл Битрейт, именно вот эти деньги отправляются именно на покрытие расходов. Это 150 миллионов у меня получилось, я сейчас умножил. Это колоссальная сумма, нужно пересчитать нормально, потому что колоссальная сумма, которая позволяет в новом объеме запустить старт компании. Я всегда повторяю, что мы не даем себе отчет в том, какие серьезные цифры стоят в White Paper. Вот это 0,3% общей суммы от старта всех монет, это же монеты стартуют по цене одного грамма золота, поэтому это серьезная цифра, она позволяет в реальном режиме не цифры нарисовать. Почему от нас минусуют? Потому что вот эта сумма, которая получается от реализации 0,3%, она идет конкретно на погашение реально наших счетов через банковское движение и отправляется в трейдинг, отправляет, даже многие сейчас просто контрактники получают, не участвуют в трейдинге, а получают возможность по контракту. Это уже отдельная тема. Нам именно на покрытие расходов по нашим пакетам, по иглбиттрейдингу, поэтому это реальные цифры, абсолютно реальные. Теперь немножечко я расскажу, я не буду касаться других монет, одну скажу, что стратегический план развития на 19-й год это поступательно с режимом интервала в 2-3 месяца выдавать на ICO каждую монету. Вот у нас сейчас первая монета ICO, которая заканчивается 23 декабря, была объявлена ICO 23 октября, это многократно повторяло, поэтому заканчивается 23-го, 24-го стартуют монеты на бирже. Стартует не от компаний, не от нас с вами. Я много читала этих рекомендаций доморощенных специалистов, почему я говорю, не читайте вы чаты, не нужно ходить там, где такие же, как мы с вами специалисты, дают рекомендации. Я не считаю себя ни трейдером, ни специалистом-криптографом, ни кем я себя не считаю. Я сетевик, я пришла работать в сетевую компанию, я хочу понимать, что я работаю в легальной компании, суд-то в этом. Именно это я вам все время подтверждала, наблюдая за действием администрации на протяжении этих месяцев. Так вот, расчет выдачи монет, опять же, Мигел, если разрешит выдавать полную информацию, я буду выдавать. 20% при ICO, 20% реинвест, 9,7%, все мы с вами 30 тысяч, всего лишь 9,7%, чтобы 0,3% уже отдельной статьей выдать на погашение задолженности. И далее идет отдельный расчет, каким образом монета будет жить. То есть там грамотные люди, 17 лет работы в одной команде с программистами, которые прошли естественный отбор по профессионализму, под наблюдением Клаудио. Поверьте, дорогого стоит. Это серьезная команда профессионалов, которая сотрудничает с очень большими пулами, корпорациями по всему миру, именно разработчиков. Поэтому давайте отдадим профессионалам роль их, давать рекомендации нам, что делать и как жить. Так вот, выход. Вот если мы все сразу, мы с вами все 30 тысяч партнеров, вот разом все монеты отдадим на опыт продавать, поверьте, рынок это не обвалит. Почему? Запатентованные все четыре, первый Eagle Social, запатентованные коины, первые в истории развития именно движения криптографии, которые вот Lastru Oral, что написано, это есть поддержание физическим основанием. Если дословно переводить, вот это значение. Так вот, это первые коины, которые имеют в своем составе, кроме алгебраических прописанных цифрами программ, имеют обоснование физического бизнеса, который существует годами, разрабатывался, формировался годами и имеет каждый коин, о каждом будем отдельно потом говорить, сегодня о главном говорим, имеет основу. Наш главный коин имеет золото, один грамм, один коин. Причем вопрос, вот все инвесторы, которые были сейчас, почему началось такое, на сегодня просто бум инвесторов, я вам передать не могу, мы в очередь стоим, я контракт свой, я сделала вот здесь первую страницу контракта, потому что тут же мне позвонили, между мной и компанией он заключен, но это у меня собирательный контракт, извините, я не тут скачала, все, не покажу вам, не буду показывать. Так вот, контракт, у меня он есть, кому нужно будет, кто заинтересуется, я покажу контракт. Так вот, очередь, чтобы подписать свой контракт, я стою два-три часа, жду. Вот Лас-Ла Никита, свидетель, он вынужден был сидеть, у нас было назначено один час, мы приехали раньше, чтобы подписать контракты. Поверьте мне, сейчас вся Европа несет контракты. Почему? Потому что за две недели 300% вам не даст никто. В исправленной версии последнего контракта, последнего, вернее, в ITECR, было прописано не уменьшение цены по мере приближения конца ICO, а проставлены цифры 70% скидки от стартовой цены. Следовательно, сегодняшний день стоимость коина 11,9, то есть 12 долларов стоимость коина, на который прописан в нижнем пределе, запатентован нижний предел падения цены, цена грамма золота. Вот на сегодня, допустим, я когда подписывала контракт, она была на рынке. Вот здесь я показала вам расчет, который у нас в бэк-офисе появился, никто не понимал, что это такое. Сейчас я найду, где у меня есть. Я здесь расписала вам расчет, который Мигел донес, очень понятно, доходчиво, да? То есть на определенный день, да нам дали пример, нам на определенный день выставили в бэк-офисах цену торгов золота, да, цена продажа, цена покупки, да, бит и аст, мы видим, что цена отличается там всего лишь на 1 доллар. Но это цена продажа, цена покупки золота в унциях. За 1 грамм золота в бэк-офисе мы видим в унциях. Одна унция золота составляет 31,10 граммов золота в унции. Поэтому вот берем цену, которая нам дана здесь, берем и делим ее, вы видите, да, вот цена продажи 1248 долларов, мы делим на 31,1 грамма в унции, получаем цену за грамм золота, точка 10 в определенный день. Она ежедневно меняется. От 38, была 38,5, была 37,8, была, и была 42 с копейками ежедневно, цена грамма золота меняется. Так вот, стоимость нашего койна зависит от цены грамма золота. Почему? Да потому что вот в договорах, которые мы подписываем в контрактах, указывается банк, сертификат, он прикладывается к договору банк, указывается кофр, сейф-кофр, который, где хранится золото, равное количеству койнов, которые я покупаю. Все это прописывается в документах, очень серьезно подтверждается. Я не буду показывать фотографии шахты, которая была, в общем-то, объявлена и рассказана, где находится. Это все, опять же, все в офисе. Мигел повторил многократно, никаких публикаций официальных документов и сертификатов не будет онлайн. Если увидят, я сделала последнюю страницу копий, потому что у меня попросил инвестор это сделать, я дала слово, что никому ее показывать не буду. Но, увеличивая эту фотографию, видны голограммы, свидетельства, банки, все те, кто участвовали на 1 июля 2018 года в подписании передачи 50% владения шахты, которая расположена в Бразилии, не буду называть ее адрес, все это можно проверить в офисе, приехать и проверить. Вот то золото, которое выставили, да, Елена Снякова сфотографировала, Мигел держал в руке флакончик золота, там это золото с шахты. Шахта работает 70 лет. Я выставляла фотографию второго совладельца шахты, который был на инаугурации книги, она есть у нас в чате мастеров, вернее в чате информационном нашем российском. Это фотография совладельца 50 на 50, а не 3 года с Клаудио ввели торги с государством по выкупу этой шахты, которая функционирует уже 70 лет. У нас в составе Феникс нашего холдинга включена и шахта сама, правильно, у нас многие партнеры спрашивают, так вот шахта, либо компания. Так вот включена шахта, как территориальное владение, и включена компания-разработчик, владельцем которой является холдинг, компания-разработчик, ведущая добычу золота уже много-много лет. Естественно, все те инструменты, которые компания в себя это включает. Пожалуйста, приезжайте в офис. Я выставлю сегодня, перешлю, у нас выставили уже фотографии адреса офиса, конкретно с дверью, где рядом еще висит табличка генерального офиса. Можете проверить, посмотреть, все это у нас есть. Так вот на сегодняшний момент структурация бизнеса благодаря Мигелу Гому, что проведена настолько четко, организованно, проверенно и подвергаемо проверке каждые 3 месяца внешнему аудиту, то есть очень серьезно юридически оформлено, что он вызывает сомнений о стабильности, легальности, долговременности бизнеса. Я надеюсь, вам все понятно по поводу золота. Звучали вопросы, можно ли менять. Я спросила у Мигела, потому что эти вопросы я в чатах читала, поэтому сразу задавала вопрос, можно ли поменять коины на золото. Можно через полгода владения коином. Если вы его сохраняете, вы не хотите торговать, вы ничего не хотите, через 6 месяцев вы можете поменять коины на золото. У вас сертификат на руках будет, владения коинами, которые равны 1 грамму золота. При этом из вас вычтут, допустим, как он привел пример, у вас есть, на 10 килограмм золота у вас есть определенное количество коинов. Вот из этих 10 килограммов из вас вычтут. Там какое-то количество в сумме, в деньгах, это будет транспортировка, за хранение золота, его транспортировку, его сохранность. Поэтому где-то это составит не 10 килограмм, а 9 килограмм, 50 грамм золота. Эти накладные расходы при запросе выемки золота из сейфа, который находится в банковской структуре, это отдельная структура, это отдельная компания, которая сотрудничает с банком, которая проводит эти транзакции. То есть все это есть. Хотите в офис, он вам разложит 3 часа длится его презентация, демонстрация документов, с проверкой со всем. Хотите приезжать, он проводит регулярно эти, по всем группам приводят, заранее он уже будет согласовывать время. Вы хотите, пожалуйста, пойдем. Он вам выложит все, всю документацию, всю аргументацию. Поэтому, мне остается сомнение, ни у кого никаких и никогда. Поэтому, все, что касается золота, реальность, пожалуйста, 6 месяцев. Почему так? Потому что на сегодняшний момент компания добывает золото, только старт монет начинается с 24-го числа. Первое покрытие монет, конечно же, пошло в те 20%, которые розданы 500 человекам по миру, скажем так, рептографам, которые занимаются продвижением этой темы, поднятием этой темы. Все знают слово вам, все знают слово да, поэтому понимаете, кто за это отвечает. Прежде всего, это эти коины, вторые коины покрываются, наши все с вами, которые, иглбитрейт, получают по минимальной цене, меняя салтову на розу на количество коинов. И третий этап, это уже все инвесторы, которые сейчас получают возможность купить по этой цене. Продавать вы их можете. Не рекомендую всем сразу. Я специально спросила, ну, прогноз какой. Гарантированная цена никто дать не может. Гарантирована только одна цена, минимальная цена грамма золота на рынке. Вот это гарантированная цена. За последние пять лет, опять же анализ провел и сказал, последние пять лет минимальная цена грамма золота была 34,7 доллара на рынке. Вот можете понимать на сегодня какие тенденции рынка. На сегодня тенденция роста грамма золота, наколеблется 38-42 регулярно в этом периоде. Кто торгует на биржах, могут, извините, на этом делать деньги, Если она колеблется, это серьезные деньги. Далее, на ближайшие полгода тенденция, ну где-то стоимость коина 55-60, это то, что изначально команда трейдеров себе ставит целью. На ближайшие полгода поднятие цены. Не рекомендую всем продавать сразу все коины. Возможность поменять, а ну-ка 1 в 5 мы получаем. Поэтому возможность поменять у вас будет. У вас вычтут пакеты, стоимость пакета, который вам будет приносить доход ежемесячный. То есть вы будете получать раз в месяц сумму, это не пассив, это сумма дивиденда вот всех бизнесов, крейдингов в том числе. Мы будем получать определенные деньги по нашему пакету раз в месяц как зарплату. Поэтому я думаю, что стоит хорошо подумать над этим вопросом. Надеюсь, с этим вопросом все понятно. Поэтому по контрактам. Мне отправила Алина вчера PDF контракты португальский, английский, русскоязычный текст. Русскоязычный текст неадекватен. Кто понимает английский, прочтете, потому что вот наш инвестор, который читал русскую версию, я ничего не понимаю, где моя сохранность, где моя защищенность. Потому что перевод, правильный перевод англоязычного контракта, просто трактовка переводчика. Смысловая нагрузка, что есть что в английском контракте. Поэтому рекомендую подписывать английский и русскую версию. Кто хочет инвестировать сейчас по тысяче один контракт, не советую по тысяче, потому что можно достояться до 23 числа и контракт в очереди будет стоять. Поэтому у меня собирательный. Я рекомендую лидерам тоже сделать собирательные контракты. Теперь следующий момент. На сегодняшний день у нас нет отдельного сайта ни по какому коину. Я еще раз повторюсь. Сама суть социальный коин. Суть названия в том, что все коины стартуют через социальную. Мы с вами социальная сеть. Мы с вами партнеры клуба ID. Мы с вами социальная сеть. Так вот, для получения возможности где-то эти коины получить в кабинете, он регистрируется у нас в нашей партнерке. 47 долларов. Регистрация, которая равна стоимости книги, которую вы получите по почте. Книга уже переведена на русский, готовится к изданию. Все языки практически готовятся. На сегодняшний момент это очень такая работа колоссальная. На сегодня 47 вы не платите. На сегодня вы просто регистрируетесь под партнером, который вас приглашает. Пока вы не в бинаре нигде. Еще в течение месяца это все будет решаться, потому что все инвесторы потом смогут купить пакеты, но в начале 47 заплатят, книгу получат и на этом закончится процесс. Так вот, на сегодняшний день мы видим ссылку для регистрации. Вы регистрируетесь. Человек, который вас приглашает, этого инвестора, вы регистрируете по этой ссылке и оформляете. По email вы получите. Я выдам всем в чатах, выдам формы. Скачивайте, кто хочет. Расскажу. Вот у меня же уже заполнен контракт, я себе подписала, поэтому я знаю, какие позиции. Все это расскажу, на каких страницах, что где подписывать. Подписывается каждая страница, что где заполняется, я вам скажу. Сегодня же это сделаю. Кто хочет заняться именно инвестиционной практикой сейчас. Главный момент. Спонсор, который приглашает партнера, этот спонсор получает 5% в коинах от стоимости контракта. И вышестоящий спонсор, то есть две линии, получает 2,5% от инвестируемой суммы в коинах. Мы не получаем деньги, мы получаем коины дополнительно. Поэтому два уровня, первый и второй, получают непосредственный пригласитель 5% от суммы инвестиций и вышестоящий 2,5%. У нас еще есть время, мало, правда, но еще есть время это сделать. Контракты сегодня же я выдам, расскажу, что куда-то все в чатах будет. Желающие, кто есть, пожалуйста, вы оформляете контракт, подписываете каждую страницу, я покажу, как это делается. Потом это все сканируете и отправляете на почту легал, собака, это все у нас прописано, еще раз это отправлю. На эту почту отправляете. Подписать Мигел сможет только в среду. То есть они возвращаются во вторник вечером, в среду он будет распечатывать контракты, все подписывать, отправлять вам назад. Только после этого события вы сможете либо в биткоинах перечислить, либо есть счет указан перечислить туда. В общем, это все уже потом в среду будем уточнять. Он сказал, что кто захочет сделать эти шаги, реальные шаги, вот есть время, потому что они сейчас работают в Дубае, есть время отправить контракт, подписать его, отправить в компанию. Компания распечатывает, подписывает, отправляет вам и дальше вы будете оформлять сертификат. Это уже оформляет руководство. Это сертификат владения коинами, где прописано, тут тоже прописано в контракте в том числе, но владение коинами с граммами золота прописано в количестве, где и как. Вот это все сертификат подтверждает, этот сертификат мы храним, если мы захотим получить в золоте наши коины. Но я не думаю, что это кому-то нужно будет. Поэтому в любом случае этот документ у вас тоже будет. Это время есть. После того, когда документы подписаны, дается либо адрес компании в коинах, либо адрес в Дубае счета банка, куда вы перечисляете транзакции и деньги. Можете это сделать. С этим, я надеюсь, все понятно. Это важный момент, почему торопилась сегодня провести конференцию. Я бы могла подождать на следующей неделе, потому что еще будет уточнение завтра. Но вот этот момент очень важен, контрактные отношения. Почему? Так как практически все, приезжая в офис, убеждаются во всем том, что я проговорила выше, в реальности коина, в реальности обоснования золота, в работающем механизме банк, компания, коины, деньги. В работающем механизме. Я специально прописала, компания имеет на сегодня свой фермерный банк. Ну, компания какая? Один верификация, компания Клауди, который на сегодняшний момент является нашим президентом, главным ответственным лицом по бизнесу. Десятилетнее формирование бизнеса, вот отдельно по каждой, которая показывала подразделение, столько информации дали, ее просто невозможно сразу запомнить и передать, и нет необходимости на этом этапе. Поэтому я надеюсь, вот этот момент понятен, понятен расчет, понятен, как складывается, каким образом мы сможем работать дальше, как складывается цена золота, из чего она исходит, и почему ниже цены грамма золота на рынке, цена нашего коина никогда не упадет. Это нужно понимать, и это факт. Поэтому, вот я специально сделала страницу Салда, да, чтобы вы понимали, примерный расчет вам дала. Вот вы видите, да, допустим, у вас Салда стоит 10 тысяч, допустим, ну у всех разные суммы стоят. Допустим, у вас был пакет 4,5 тысячи, вы когда-то там какой-то период зашли, успели сумму накопить 10 тысяч, допустим, да. Я примерно на 8 делю, почему я взяла круглые цифры 40 грамм золота, то есть 1,5-я часть, это по 8 долларов вам рассчитают. Вот видите, какая, 1250 коинов. 24 декабря выходит на торги повсеместно, и у вас вот эта сумма в коинах умножается, ну, 40 я написала, она может быть 41, либо 39, какая цена золота будет, столько будет. Я для круглого счета написала 40, вам выдадут 50 тысяч, отсюда у вас будет отминусован ваш последний пакет, и у вас будет стоять в коинах, вот это ваша стоимость, извините, вашего Салда в долларах, у вас будет находиться в коинах, там это мы все будем видеть, который вы можете частично тут же обменять и вывести через ученичный боб, все как захотите. Сразу рекомендую сделать апгрейд, почему сейчас объясню, это тоже новое введение. Всем рекомендую делать апгрейды, потому что пакеты, которые у нас там находятся, вот пакеты, которые нам дают огромную сумму денег, я рекомендую всем сделать апгрейды, потому что сумма нашего пассива будет зависеть от нашей квалификации, от нашего пакета. Поэтому я рекомендую, сейчас я найду 5.21, вот он наш пассив, да, файл, я пока даю только фрагментарно, потому что не подписан. На русском она уже есть, просто та, которая была доступна для просмотра, я оттуда сделаю некоторые скрины и показываю вам. Так вот, с 5 по 21 процент, что это такое, всем было непонятно, не сверху прописано, что у нас сложный процент, у нас наш процент, который нам выдают в зависимости от стоимости нашего пакета, а по бинару нужна будет наша квалификация, поэтому это важно. В зависимости от стоимости нашего пакета ежемесячный пассив мы будем получать раз в месяц. Обязательно напоминаю еще раз, всем своим передавайте по группам, всем своим партнерам раз в месяц, не ежедневно. Почему? У нас сложная группа процентов от всех бизнесов, их десяток. Здесь же есть и производство солнечных материалов, я не могу отличить, если нет смысла, не запомните. Колоссальное количество уже работающих бизнесов, которые принес на сегодняшний день Клаудио во слову нашего клуба, бизнес по нашему клубу инвестиционному, да, потому что псих дает возможность мне говорить, что мы инвестиционный клуб, регистрация этого подразделения. Так вот, пакет от 100 до 500, я округляю, помню, 97, да, от 100 до 500 пакет дает мне право получать 10% среднего процента, который формируется от 5 до 21, из этой группы 10%. Дальше пакет от 1000 до 4,5, 15% пассива, и от 7 до 35 пакеты 21%. Теперь, здесь нет процента фиксированного. Вот, когда сидели, опять же, на примерах, когда мы смотрели и понимали, что происходит, здесь вверху в шапке написано, что это план на 19-й год, примерно такой, но он уже может через полгода уже стать другим, в каком направлении. Дело в том, что это прописали минимальные возможности бизнесов, которые существуют, разделенные, получение дивидендов между получением от всех бизнесов 50% доходов, чисто команда Клаудио, которая работает в этом бизнесе, это большая структура, это заводы, которые люди тоже должны получать доходы, и 50% от бизнесов направляется в закрытый клуб. Из них вот формируется доходность по пассиву нам, и остальная часть доходность по маркетингу и так далее. Поэтому, где сложный процент, Орен Баффет, рекомендую всем еще раз пересмотреть, переслушать сложные проценты, как они работают. Так вот, если через два месяца у нас в среднем получится доходность компании не 21, а 23, то мы получим в среднем 13%, 18% и 23. Понимаете? Если будет процент 27, это растущий, варьируемый процент, это сложный, всем вы это не объясните, я рекомендую нижнюю планку, это нижние планки даны. Так вот, нижнюю планку всем объяснить. Человек-пассивщик, все, он зашел на пассив, он ничего не хочет делать, он хочет получать дивиденды, все. От 100 до 500 он будет получать 10% ежемесячно. Пакет от 1000 до 4500 15% в месяц. В среднем, это может быть 15 сегодня, это 15 с половиной, но не завтра, ежемесячно. С 16% могут быть такие, минимальная планка, вот здесь прописано, минимальная, я повторяю, это варьируемый процент. В среднем, через полгода, я нарисовал цифры 333, то есть, следовательно, и нижняя планка, и средняя планка, и планка на высокие инвестиции будет другая. Это в среднем дан процент с минимальной планкой гарантированной, который позволяет компании выплачивать партнерам от доходности его компании от 5 до 21%, еще раз говорю, порядка 10 бизнесов. Я надеюсь, больше вопросов по этому пункту не будет, просто прослушивайте многократно. Я пока поняла, каким образом будет рассчитываться, конечно, не с первого раза, я просила мне дело привести примеры по производствам. У нас есть производство гаджетов у Telepop, да, Telepop компания, которая серьезно занимается не только телефонии, но и производством гаджетов, это не только телефонный оператор. Это Telepop, оператор, который предложил рынку, уже предложил в действии, мы с вами это получаем. Это не Nokia, которая разрабатывает и будет в 19-м году предложена эта услуга, нам ее предлагают уже сейчас. Вот этот вот сим-карта Telepop, компания, которая партнер Феникса, то есть партнер нас с вами, наш с вами продукт, эта карта позволяет отправлять, допустим, покупать минуты. Вот моя карта у меня, моя карта у моей дочери в Англии, моя карта у моего брата в Донецке позволяет иметь минуты. То есть я покупаю минуты за Салда, либо завожу деньги, как угодно. Это все в подробностях я буду излагать постепенно. Эти карты уже собственность компании, я их видела уже на руках у мастеров, я себе еще не купила ее, куплю, уже вернулась в Португалию, куплю, естественно. Так вот, я отправляю минуты, на 100 долларов я купила минуты. Я своему брату в Донецк отправляю эти минуты на его карту. И он эти минуты на своей карте через наш экченч внутренний меняет на доллары. Минуя блокчейн, минуя биткоин, минуя все эти существующие формы перевода денег, которые сегодня существуют. Это бизнес, шикарный бизнес, которому седьмого года уже 11 лет у Клауди. И он этот бизнес принес к нам с вами сюда, в наш клуб закрытых инвесторов. Поэтому, кроме всего прочего, когда я эти минуты прозваниваю, то есть я разговариваю с кем-то, я звоню, допустим, Юрия в Португалии живем, Юра Мезин, у нас национальные карты будут, потому что карты дают возможность национальных и интернациональных звонков. Естественно, стоимость будет разной минуты. Я не знаю еще, каким образом, это через два месяца мы узнаем, но совершая звонки с помощью этой карты, я создаю наши койны, тайм из мани, и это другие деньги на деньгах. Кроме того, что я имею возможность просто делать переводы с нашей картой, сим-картой, я еще имею возможность зарабатывать койны, создавать их, не просто покупать, а создавать, разговаривая с кем-либо по телефонной связи. Это мы через два месяца узнаем, следующий будет выходить тайм из мани, тоже с системой для акционеров, естественно, по цене гораздо более низкая, чем на ISEO. Так что бизнес приготовлен на 19-й год, шикарный. Я не буду вдаваться в подробности всех, у нас рассказан агрокоин, это просто бомба. Вот сейчас страны БРИКС, латиноамериканского континента, они 5 лет в этой системе работают, он рассказал весь механизм зарабатывания денег на этом рынке, производитель, клиент, каким образом уже на блокчейн-системе это все учитывается. Все это подробно, Мигел рассказывает, это 3 часа, я не могу занимать столько времени у вас в комнате, поэтому поверьте мне, это очень большой бизнес. И агрокоин – это формирование, токенизация отношений клиент-потребитель на блокчейне. Это следующий коин, который будет выходить, но еще в систему должны включить Россию и Китай, поэтому это следующий коин, тайм из мани раньше выйдет. Эко-коин – это просто информация, которая на сегодня, ну она если не закрыта полностью, но пока еще выдается так, дозирована, потому что договора подписаны, строительство, значит 6 месяцев строительства этих заводов, поэтому вот это последний коин, который видимо будет выходить. Ну это просто новая, это революция в общем-то в экосистеме планеты с заменой, я уже сказала, материалов производства отходов нефтяной промышленности на отходы пищевой промышленности. Да, вот материалы меняются, кардинально меняется весь смысл отходов, которыми засоряется планета. Что такое использовать биорастворимые материалы? И вы понимаете, что такое конкурировать с нефтяной промышленностью планеты, которая, ну это основной сырьевой материал, который делают деньги, и их отходы используются в производстве очень многих товаровопотреблений. Так вот замена, глобальная замена производства, использование материалов на эко-материалы в производстве тех же составляющих, но это борьба, конкурентная борьба, как Ирина Сиякова сказала, они не боятся вообще жизни, как свои, ставить на кон в этом бизнесе. Это очень серьезная программа, но заводы уже, я назвала, как и Соединенные Штаты и Индия, уже подписаны, начинается строительство с января месяца. То есть это все глобальная программа на десятилетия вперед, потому я говорила, что дайте им закончить программу, говорить об этом возможно несколько рано еще, поэтому коснемся только того, что касается нас сейчас. Я вам просто рассказала, каким образом дивиденды наши будут расти от запуска все новых подразделений бизнеса в холдинге, мы получаем усредненный процент. Я надеюсь, это понятно. Еще один важный момент для партнеров, почему я говорю, что денег мы получим много, поэтому рекомендую всем сразу сделать апгрейд, и потому что изменилась возможность получения доходов по линейке. Так, линейка Бинару. По Бинару, извините, не по линейке, по Бинару. Смотрим сюда внимательно. У нас раньше был пакет, и пакет нам открывал возможность получать определенное количество процентов в Бинаре. Здесь мы видим бронз, фрата, ору, оникс и так далее, то есть квалификации. В зависимости от квалификации мы получаем процент, и вы видите лимиты, которые вы можете получать в день. А теперь представьте, мы начинаем у нас тур, мы переносим структуру, мы начинаем делать апгрейд, и все мы все их будем делать, я сразу буду делать апгрейд на 35 тысяч. Естественно, все мои первые линии делают апгрейд на 35 тысяч. Почему? 35 тысяч мне апгрейд позволяет давать возможность расти в квалификации быстро, мы все это будем делать, это баллы, да? Поделаем в апгрейд, это баллы, это Бинар, это срабатывает, мы растем в квалификации. Мы получаем за апгрейды личные приглашения, линейку в 7 уровня, не 10-7, в 7 уровня линейку мы получаем, и мы получаем по Бинару всю ту разницу, которая вот апгрейд мне дает право и влево, да? И смотрим теперь, да, начиная с Эмералда, квалификации, нет, с Апфира, с квалификации, с Оникс даже, господи, сама смотрю, не вижу. Оникс нам дает возможность уже получать 50% суммы баллов меньше ноги, но лимит вывода, вы видите, 4 тысячи в день, а первые дни это все даст, ну вы же понимаете, что эта группа, начиная, допустим, от 7 тысяч инвестиций, дает мне 21% пассива в месяц, да? То есть всем это выгодно сделать, и эти деньги пойдут с баллами, уйдут в Бинар, дадут квалификации, и вы видите, открывается возможность выводить суммы, но не очень большие, ограничили суммы по Бинару, максимально 10 тысяч теперь у нас, Diamond Royal, королевский Diamond, это 10 тысяч в день, в эти дни, когда мы сейчас все, не в один день все будут делать, здесь это пока информация дойдет, пока люди разберутся, пока поймут, пока обменяют, кто-то потратит начали деньги, потом будут делать апгрейды, но это все равно в течение месяца, когда станет понятно, как торгуется коин, что есть обменник, какие возможности принесла компания, мы начинаем после запуска, после 24 начинаем презентацию 5-3 раза в неделю, либо каждый день посмотрим как, то вы понимаете прекрасно, какие будут эти суммы, вы видите, да, 10 тысяч максимум в день, а это самая большая квалификация, до нее дорасти, последние две квалификации непросто, хотя очень упростили квалификационную сетку, сейчас покажу, это тоже важно понимать, потому что все, кто помнит, да, очень быстро мы получали квалификации первые стартовые, теперь это еще быстрее, то есть бронза, мы помним, что на бронзу мне нужно было сделать в меньшей ноге 3700 баллов, сейчас это у нас 1875 баллов, вдвое меньше все квалификации, поэтому очень быстро мы будем двигаться в квалификации, если правильно делаем апгрейд, апгрейд это те же баллы, это все то же самое, серебро 4 375, вы видите, вот берем оникс, все кто у нас тут оникс, все помнят 27000 это было, вот берем оникс, 18750, а теперь смотрите сапфир, 50000, да, эмиралд, изумруд, 177000, я просто напоминаю цифры, кто их не помнит, 177 либо 106, теперь смотрим рубин, 162, кто помнит рубин сколько был, 300000 и 162, да, то есть у нас сейчас практически пол структуры будут уже сапфиры, изумруды, рубины, а это два дополнительных мировых бонуса, два пула, практически сейчас одновременно, потому что структура-то стоит, мы ее просто переносим, переносим и активируем, вы же понимаете, как быстро пойдет рост, и деньги, и вот та самая ветка, о которой вам говорю, сетка вернее по выплатам, по лимитам, по бинару нужно очень грамотно сварить, то есть тысячные пакеты уже недостаточно, минимум 4,5 либо 7, это для лидеров, для тех, кто не хочет делать сразу большие, но у кого есть команды, я просто понимаю, чтобы вы не теряли деньги, а зарабатывали все больше и больше. Далее, новшество, которое добавили, нам сейчас дали еще больше денег, там опять пассив, пассив, нет, нам дали гораздо больше денег сейчас. Начинает бронза, вы увидели 1855, всего лишь, один к трем, напоминаю, да, каждый пакет несет в себе примерно 30% баллов, один к трем у нас баллы, напоминаю просто, кто не помнит, поэтому, вот смотрите, бронза, вы достигаете бронза очень быстро, вы помните, что нам это был просто пин и ничего больше, так вот, бронза сейчас дает 500 долларов ваучер, на что можете потратить? На покупку в e-commerce, шикарный e-commerce, пока это секрет, мы уже подписаны договоры, алибаба у нас в составе e-commerce, поэтому понимаете, что можно там покупать? Ваучер дает возможность покупки продуктов, регистрации партнера, сделать себе апгрейд, купить монеты, ваучер дает это право, и начиная с серебра у вас уже 1000, понимаете, что на серебро, я не помню, что у нас там была ручка, есть 1000 долларов на ваучер, включая рубин, у нас первый рубин получает уже путешествие, до этого все мы получаем деньги до 6000, у нас был айфон, у нас был майбук, у нас был роликс, до 6000 мы получаем деньги, тот же айфон, тот же макбук, вы можете купить сразу, да, у нас я сказала, кто у нас в партнерах, поэтому начинаются у нас подарки, машины и первое путешествие, и далее в даймонды уже идут машины, машины есть, вручение вот этих подарков один раз в три месяца, как и было, то есть триместрал, когда будут проводиться официальные события. Что еще я хочу сказать, почему у нас выставили в офисах, надеюсь, что все читали и видели, в офисах у нас выставили объявление, что на сегодняшний день мы можем иметь только один счет. Мы об этом знали всегда, да, если работать в жестком легальном поле по всему миру, различные страны, различные законодательства, где-то разрешаются, где-то нет, одна фамилия, один счет. Этот вопрос волнует всех, всех там были по два, по три счета, у меня тоже два счета на одну фамилию, поэтому, если я хочу переоформить на кого-то из своей семьи, либо кому-то просто переоформить счет, договариваясь с партнером, который намерен сейчас работать, опять же на легал форма, я дам всю форму замены владельца, побыстрее это делать, завтрашнего дня желательно это делать, я сегодня все выставлю, замены владельца счета, пишите просто, что вы такой-то, счет, логин такой-то, почта такая-то, фамилия ваша такая-то, просите, паспортные данные такие-то, просите переоформить на партнера имя такое-то, логин остается, почта такая-то, паспортные данные такие-то. К этому заявлению прикладываете два скрина паспорта, свой этого человека, все, переоформляете, программисты сейчас-то все будут менять. Если вы не хотите ничего делать, то ваши счета, это вариант, который для многих очень удобен, ваши счета, которые находятся под одной фамилией, невзирая на то, что различные логины, одна фамилия, все собирательно, все ваши деньги, салда унораблый, он переходит на главный счет. Вам дают эквивалент на главном счете суммы в коинах, и вы сами делаете апгрейд до того счета, который вы хотите иметь, до того пакета, который вы хотите купить, это уже ваш выбор. Вам автоматически выставят последний пакет вашего главного счета. Я надеюсь, это понятно. У кого там три счета на одну фамилию, это все будет на одном счете собрано, если вы не переоформляете счета, пишете заявление, переоформляете. У нас есть это время. С завтрашнего дня согласования по нашей структуре начинаются, и у нас есть время, но быстро. То есть искать и делать быстро, желательно на следующей неделе это все уже поотправлять, сделать, потому что они торопятся до 22-го закончить бинаром, уже выверенным бинаром, согласованным и отрегулированным. Поэтому делать нужно быстро. Поэтому я поторопилась сегодня дать эту информацию. То есть важно понимать, что работать мы будем продолжать. Мы никто ничего вообще не теряет, наоборот, приобретаем, но работать в легальном поле, в белом поле только согласно законодательству международного, которое регламентирует MLM-структуры в каких-либо проектах. Я надеюсь, это понятно. Здесь все это буквально на следующей неделе, я уже не торопитесь запоминать, на следующей неделе все эти цифры уже будут. Я не могу пока давать Powerpoint, потому что во вторник приезжает Клаудио тоже. Если вдруг какие-то изменения будут, они их внесут, и тогда уже для публичного пользования это будет все выдано. Что еще нужно сказать? Ну, следующие три монеты я могу вам показать, потому что это тоже важно. Игл вы все уже знаете. Три следующих монеты. Вот они. Агрокоин, Экокоин, Тайм из Монет. Почему нужно сказать? Потому что все три монеты готовы. У нас так уж случилось, что Вайпеппер претерпел изменения, поэтому вот после инаугурации книги три недели назад носили изменения. После этого его опять защищали, мы знаем, да, и теперь публикация. Скорее всего, в эти выходные будут публикованы для доступа. Все это будет в доступе. Практически Вайпеппер готов на каждую монету. Все монеты готовы. Просто поочередно будет производиться запуск. Потому что вначале, как мы сейчас, нужно произвести запуск торгов. ICO уже заканчивается в 23-й. Запуск торгов, регламентация выхода. Каким образом? То есть понимание рынка должно в первой монете быть дано полное для всех пользователей этого кода. Это обычно дается месяц. Скорее всего, к концу января мы получим следующую программу. Видимо, тайм из мамы следующий будет, потому что все готово. Сим-карты готовы. Это наш продукт готов. Оператору с 2007 года, функционирующему оператору, получили лицензию в 9-м национальную, в 11-м интернациональную. Производство свое функционирует уже 5 лет. То есть все готово. Пользователей по всему миру уже достаточно. Именно этой сим-карты мы с вами присоединяемся к этой структуре всего лишь. Поэтому, скорее всего, тайм из мамы будет второй монетой, где готово выход из ICO. При ICO опять же будет по их программе распределение монет для промоутера, потом ICO, потом запуск и далее. Поэтому все мы будем получать и поступать. Но, скорее всего, второй будет, я не знаю. Как будет дальше, я не знаю. Аграли, МАЭК какой-то. Там тоже сами монеты, и в ICO по каждой монеты готов. Вот эта программа закончена. Клаудио подтвердил еще на инаугурации книги. Он очень подробно говорил о каждой монете, говорил, что готово. Поэтому здесь только технически реализовать программу на 19-й год запуска международного этого бизнеса. Я считаю, что это важная информация, которую нужно понимать. Вот Альбина написала, всем привет, Новгород. Зашла поздно, я не знаю, услышала либо нет всю информацию. Альбина, это очень важная информация, которую понимание, где мы работаем, как мы работаем, и что нам дает наша компания на перспективу, очень важно знать. Очень важно, эта дата, этот день, 24 декабря, анонсировано везде. И 24-го, я спрашивала, можно ли состояться, ну, перенос даты, это же всех волнует. Да, тут сколько уже скептических замечаний я читала, перенос, какие-то другие действия. Вот 24-е число отменить нельзя. 24-е число на приисе у определенного круга лиц была дана дата, почему не торопятся и торопились прежде всего выгодным салдой заменить наши монеты, чтобы 24-го числа мы с вами в пятикратном размере получили количество монет. в сумме в пятикратном размере увеличенном, потому что в международном масштабе от них нельзя. В Этпепер прописан так, и вот при ОСЕ, которое по согласованию было реализовано, 24-е число было назначено. И вот нить нельзя. Выход состоится 24-го числа, никаких перенос дат. Это уже выбор каждого, сколько чего менять, каким образом сохранять, на какой бирже регистрировать, за что делать. Первым делом я спросила, какие биржи, поточнее, чтобы знать, потому что далеко не все партнеры имеют эту практику работы на бирже. Он говорит, открывайте 10 топ первых бирж, будут везде. Они будут на большом количестве бирж. Открывайте первый перечень 10 топ бирж. У меня волнует, Битрекс будет? Будет. Все, у меня наоборот Битрекс, поэтому меня это волновало. Кто где работал, опять же, та же, Битфанекс. Основные биржи все, полоник тоже будет. Основные все биржи, они все в списке. Поточнее уже, когда вот сейчас Клаудио будет, будем работать, я, конечно, буду дать информацию, конечно, я скажу, но основная информация в стиле биржи, поточнее какой-то перечень. Наверняка Клаудио знать, его же программисты знают, поэтому где-то 22 число будет понятно, я скажу поточнее. Надеюсь, здесь все понятно. Дальше, что я хотела еще сказать. На сегодняшний момент контрактники, все, кто приобретают монеты, они не имеют пока, нет регистрации 47, не готова эта часть, поэтому после 24 числа, они получают бэк-офис, все, потому что они должны будут получить доступ к монетам. У нас социальные монеты, социальные, это запатентованное название всех четырех монет, выходят они только через сайты ID нашей корпорации, нашего клуба, только, у них нет отдельных сайтов, там будет, я пока не вижу, не знаю, но мы знаем, как ICO запускается, есть веб-сайт ICO, есть возможность наблюдать у себя монеты, потом дается кошелек, на который вы можете вывести, с кошелька на торги и так далее. Вот это вопрос я задала. Могилл, это все пояснение эти будут у нас 24 числа, мы все это увидим, пояснение Клаудио даст на следующем вебинаре. Я, конечно же, скажу детали, как и что это будет функционировать. То есть будет дан адрес, можно будет на бирже сразу это выводить, какой кошелек, экченч, я уже сказала, мин есть, все это мы получим со стартом бэк-офиса, они торопятся его закончить 22 число, потому что все то, что составляющая есть, все готово, идет увязка. Самый главный тормоз – это наш бинар, который передан некорректно, специально некорректно. Дело в том, что теперь я понимаю, что программисты знали эти планы, они понимали вообще глобальное замысло, наслияние, все они понимали, поэтому те ошибки, которые вскрываются бесконечно в разархивании, данных закодированных при передаче, вот все это ставит пауки в колеса. Но серьезная команда, поэтому практически все готово. Вот она объявилась, что начинается уже пересмотр, глобальный пересмотр всего бинара, не только от лидерских групп, поэтому практически готово. Все это мы получим в ближайшее время. Я надеюсь, это все понятно, поэтому на сегодня все, что я хотела сказать, это главная информация, которую я передала. Далее, что нужно еще усвоить, что не будет, либо будет так, либо никак, как сказал Клауди, потому что он дал. Вы понимаете, что такое его партнерство, 50% владения шахты и фабрики добычи, вот со вторым партнером, Гилерму, которые длительное время добивались, строили бизнес, они партнеры во всем бизнесе. Вот он свои 50% делит еще на 50% и 25% доходности от золотодобычи шахты и доставляется к нам сюда в компанию клуб, закрытых инвесторов, айди, которые мы с вами получили. В реальности золото либо нет, уже все убедились, инвесторы, все, кто приезжают, пожалуйста, смотрите штат, это все, можно приехать, какой штат, адрес, фабрика, название, все нужно потом искать и смотреть. Вы знаете, почему это будет доступно, можете смотреть. Почему так? Дело в том, что многие задавали вопрос, еще важно это сказать, почему Клауди он бизнесмен, он должен понимать, что бизнес должен приносить деньги, значит, не может бизнесмен дарить ничего, а он ничего не дарил, он в принципе ничего не дарил. Как сказал Клауди, либо будет так, как вот стратегию дал я, либо никак, поэтому вопросы, отдайте мне деньги частями, а потом делайте, что хотите, этого не будет. EagleBitrade компании нет, более того, там претензии, у вас вновь созданной компании к создателю EagleBitrade, и они будут реализованы, я думаю, в январе, это они уже сами разберутся. Дело не в этом, дело в том, что вот новая созданная платформа, это бизнес-платформа, айди-детификация, компания, которая формировалась годами. Для чего не формируете? Для того, вообще цель, главная цель, как политика Клауди, изменить жизнь основной популяции планеты, то есть середняков, и вот те, которые, ну, влачат нищенское существование во многих странах мира, это его цель. Он председатель и сопредседатель, на сайте у него вы можете найти, кто он есть. У многих ассоциаций, это страны Карибского бассейна, это страны Содружества, экономического Содружества, Бразилия и Китая, много, где чего, это политический деятель, серьезный, программа которого, на инаугурации книги, книги об этом сказано, программа которого повсеместно, это забота о сохранении экосистемы планеты, потому что в этом наша жизнь. Когда цифры приводили, Мигел приводил конкретные цифры по существующей на сегодня ситуации на нашей планете, практически нашим внукам жить будут недки. Вот те фирмы ужасов, которые мы смотрим, Кобола, которые производят, это все, извините, на сегодня реальность, уже наши внуки в этом во всем будут жить. Цифры страшные. Если не начинать, вот 19-й год, 20-й год, кардинально все менять, причем все просчеты экологов и все просчеты экономистов позволяют глобально изменить отношение к мусору на планете в течение года глобально по замене определенных материалов. И это уже реализуется. Так вот, это программа Клаудио. Он говорит, когда я работала, много лет посвятил этому, создавая бизнес, я создавал его для людей. Но реализацию максимально быструю люди могут произвести этим программам, давая информацию повсеместно, везде и каждому. Именно популяризация через социальные сети это главный последующий шаг в реализации его бизнеса. Мы кто? Мы сеть. Любой MLM это тоже сеть. Поэтому база данных, поэтому формирование группы пользователей, не просто пользователей, а группы лиц, а все лично акционеров. И его программа объявлена, что первый миллион партнеров клуба все акционеры, только первый миллион потом нет. Уже акции никогда не будет, как у нас некоторые компании говорят, что вы сейчас покупаете, создаем воздух, рисуем, покупайте, а потом вы все будете, вам все будет. Нет. Нас делали акционерами всех его бизнесов, который формировался десятилетиями. Мы с вами, в зависимости от покупки пакета, это наша акция, но стоимость акции у всех разная, и получаем наши дивиденды. Я надеюсь, это понятно. Больше у меня нет материала, который бы я хотела сегодня озвучить. Я почему написала, что лидерская группа, просьба, Андрей Жариков пишет, я писала, Андрей Жариков пишет, поэтому прошу без комментариев, давать только информацию. Это начальная, первая стартовая инструкция, почему, что, как и что нам делать. Поэтому, следующую, подробную, вот после этих дней работы, пятницу, понедельник, вторник, тем более во вторник приезжает НГЕЛ, в среду будет информация, видимо, общий сбор будет, будет дана информация окончательная, мы дадим опять конференцию, уже из того момента, уже сможем потом формировать список конференции, и давать достоверную информацию. Я как мастер подписывала контракт, которым обязалась передавать только достоверную информацию. Моя юридическая ответственность основывается на том, что я обязана передавать только официальную информацию. Поэтому, когда у меня спрашивают, кто-то где-то находит в чатах, что-то и как-то, я не могу сказать и дать комментарии по этой информации, пока в чате мастеров мы не получаем достоверную информацию от руководства, которую я должна, обязана передавать. Но никоим образом не давать свои комментарии. Но они сделали лицензии, все сделали, поэтому есть фиатный банк. Все карты, которые нам предоставляет наша платежная система, она все та же. Вся увязка у нас будет на нашей системе, мы это все увидим после старта бык-офиса. Наша карта, учитывая, что есть свой фиатный банк, позволяет поднять лимиты. У нас будут серьезные поднятые лимиты в сравнении с другими платежными системами. И на нашей карте, естественно, функция обмена биткоина на фиат тоже есть. Все, вот теперь уже все. Вот этот момент я забыла озвучить, поэтому добавила сейчас. Это с конца января. Заказ карты новых, кто еще не имеет, кто не получил в Дубае. Это в январе, с конца января мы сможем получать и запустить пользование. Пока вывод будет на биткоин-кошельки. Все, вопросов не будем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok